Дети, ради них мы живем. Сначала ожидание малыша, потом бессонные ночи, затем малыш становится активным и его не оставить ни на минуту. Нам это знакомо, и чтобы облегчить ваши хлопоты, мы подобрали необходимый ассортимент и сбалансировали его на каждый этап жизни ребенка для вашего удобства. Только сертифицированные, качественные и безопасные товары. Каждый заказ формируется индивидуально. Работает доставка по всей России. Радуем малыша с заботой о взрослых. Дудочка и кувшинчик Поспела в лесу земляника. Взял папа кружку, взяла мама чашку. Девочка Женя взяла кувшинчик, а маленькому Павлику дали блюдечко. Пошли они в лес и стали собирать ягоду. Кто раньше наберет? Выбрала мама Жене полянку получше и говорит. Вот тебе, дочка, отличное местечко. Здесь очень много земляники. Ходи, собирай. Женя вытерла кувшинчик лопухом и стала ходить. Ходила, ходила, смотрела, смотрела. Ничего не нашла и вернулась с пустым кувшинчиком. Видит у всех земляника, у папы четверть кружки, у мамы полчашки, а у маленького Павлика на блюдечке две ягоды. Мама, а мама, почему у всех у вас есть, а у меня ничего нету? Ты мне, наверное, выбрала самую плохую полянку. А ты хорошенько искала? Хорошенько. Там ни одной ягоды. Одни только листики. А под листики ты заглядывала? Не заглядывала. Вот видишь, надо заглядывать. А почему Павлик не заглядывает? Павлик маленький. Он сам ростом землянику. Ему и заглядывать не надо. А ты уже девочка довольно высокая. А папа говорит. Ягодки, они хитрые. Они всегда от людей прячутся. Их нужно уметь доставать. Гляди, как я делаю. Тут папа присел, нагнулся к самой земле, заглянул под листики и стал искать ягодку за ягодкой, приговаривая. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Хорошо. Спасибо, папочка. Буду так делать. Пошла Женя на свою полянку, присела на корточки, нагнулась к самой земле и заглянула под листики. А под листиками ягод, видимо, невидимо, глаза разбегаются. Стала Женя рвать ягоды и в кувшинчик бросать. Рвет и приговаривает. Одну ягоду беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая мерещится. Однако скоро Женя надоело сидеть на корточках. Хватит с меня. Я уже так, наверное, много набрала. Встала Женя на ноги и заглянула в кувшинчик. А там всего четыре ягоды. Совсем мало. Опять надо на корточки садиться. Ничего не поделаешь. Села Женя на корточки, стала рвать ягоды, приговаривать. Одну ягоду беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Заглянула Женя в кувшинчик. А там всего-навсего восемь ягодок. Даже дно еще не закрыто. Ну, так собирать мне совсем не нравится. Все время нагибайся и нагибайся. Пока наберешь кувшинчик, чего доброго и устать можно. Лучше я пойду, поищу себе другую поляну. Пошла Женя по лесу искать такую полянку, где земляника не прячется под листиками, а сама на глаза лезет и в кувшинчик просится. Ходила-ходила, полянки такой не нашла. Устала и села на пенек отдыхать. Сидит, от нечего делать ягоды из кувшинчика, вынимает и в рот кладет. Съела все восемь ягод. Заглянула в пустой кувшинчик и думает. Что же теперь делать? Хоть бы мне кто-нибудь помог. Только она это подумала, как мох зашевелился, мурава раздвинулась, и из-под пенька вылез небольшой крепкий старичок. Пальто белое, борода сизая, шляпа бархатная, и поперек шляпы сухая травинка. Здравствуй, девочка. Здравствуй, дяденька. Хе-хе, я не дяденька, а дедушка. Аль не узнала? Я старик-боровик, коренной лесовик, главный начальник над всеми грибами и ягодами. О чем вздыхаешь? Кто тебя обидел? Обидели меня, дедушка, ягоды. Ну, не знаю. Они у меня смирные. Как же они тебя обидели? Не хотят на глаза показываться. Под листики прячутся. Сверху ничего не видно. Нагибайся да нагибайся, пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго и устать можно. Погладил старик-боровик, коренной лесовик, свою сизую бороду, усмехнулся в усы и говорит. Хе-хе, сущие пустяки. У меня для этого есть специальная дудочка. Как только она заиграет, так сейчас же все ягоды из-под листиков и покажутся. Вынул старик-боровик, коренной лесовик, из кармана дудочку и говорит. Играй, дудочка. Дудочка сама собой заиграла. И как только она заиграла, отовсюду из-под листиков выглянули ягоды. Перестань, дудочка. Дудочка перестала. И ягодки спрятались. Обрадовалась Женя. Дедушка, дедушка, а подари мне эту дудочку. Подарить не могу. А давай меняться. Я тебе дам дудочку, а ты мне кувшинчик. Он мне очень понравился. Хорошо. С большим удовольствием. Отдала Женя старику-боровику, коренному лесовику, кувшинчик. Взяла у него дудочку и поскорей побежала на свою полянку. Прибежала, встала посередине и говорит. Играй, дудочка. Дудочка заиграла. И в тот же миг все листики на полянке зашевелились, стали поворачиваться, как будто на них подул ветер. Сначала из-под листиков выглянули самые любопытные ягодки, еще совсем зеленые. За ними высунули головки ягоды постарше. Одна щечка розовая, другая белая. Потом выглянули ягоды вполне зрелые, крупные и красные. И, наконец, с самого низу показались ягоды старики, почти черные, мокрые, душистые, покрытые желтыми семечками. Играй, дудочка, играй, играй быстрее! Дудочка заиграла быстрее и ягод высыпала еще больше. Так много, что под ними совсем не стало видно листиков. Но Женя не унималась. Играй, дудочка, играй, играй еще быстрее! Дудочка заиграла еще быстрее. И весь лес наполнился таким приятным, проворным звоном, точно это был не лес, а музыкальный ящик. Пчелы перестали сталкивать бабочку с цветка. Бабочка захлопнула крылья, как книгу. Птенцы-малиновки выглянули из своего легкого гнезда, которое качалось на ветках бузины, и в восхищении разинули желтые рты. Грибы поднимались на цыпочки, чтобы не пропустить ни одного звука. И даже старая лупоглазая стрекоза, известная своим сварливым характером, остановилась в воздухе до глубины души, восхищенная чудной музыкой. Вот теперь-то я начну собирать, подумала Женя. И уже было протянуло руку к самой большой и самой красной ягоде, как вдруг вспомнила, что обменяла кувшинчик на дудочку, и ей теперь некуда класть землянику. У-у-у, глупая дудка, мне ягоды некуда класть, а ты разыгралась. Замолчи сейчас же. Побежала Женя назад к старику-боровику, к коренному лесовику и говорит. Дедушка, а дедушка, отдай назад мой кувшинчик. Мне ягоды некуда собирать. Хм, хорошо, я тебе отдам твой кувшинчик. Только ты отдай назад мою дудочку. Отдала Женя старику-боровику, коренному лесовику его дудочку, взяла свой кувшинчик и поскорее побежала обратно на полянку. Прибежала, а там уже ни одной ягодки не видно, одни только листики. Вот несчастье. Кувшинчик есть, дудочки не хватает. Как тут быть? Подумала Женя, подумала и решила опять идти к старику-боровику, коренному лесовику за дудочкой. Приходит и говорит. Дедушка, а дедушка, дай мне опять дудочку. Хорошо, только ты дай мне опять кувшинчик. Не дам. Мне самой кувшинчик нужен, чтобы ягоды в него класть. Ну, так я тебе не дам дудочку. Дедушка, а дедушка, ну как же я буду собирать ягоды в свой кувшинчик, когда они без твоей дудки, все под листиками сидят и на глаза не показываются. Мне непременно нужно и кувшинчик, и дудочку, а? Ишь ты, какая хитрая девочка, подавай ей и дудочку, и кувшинчик, обойдешься и без дудочки одним кувшинчиком. Не обойдусь, дедушка. О, а как же другие-то люди обходятся? Другие люди к самой земле пригибаются, под листики сбоку заглядывают, да и берут ягоду за ягодой, одну ягоду берут, на другую смотрят, третью замечают, четвертая мерещится. Так собирать мне совсем не нравится. Нагибайся, да нагибайся, пока наберешь полный кувшинчик, чего доброго и устать можно. Ах, вот как! Сказал старик-боровик коренной лесовик и до того рассердился, что борода у него вместо сизой стала черная при черная. Ах, вот как! да ты оказывается просто лентяйка! Забирай свой кувшинчик и уходи отсюда! Не будет тебе никакой дудочки! С этими словами старик-боровик коренной лесовик топнул ногой и провалился под пенек. Женя посмотрела на свой пустой кувшинчик, вспомнила, что ее дожидаются папа, мама и маленький Павлик поскорее побежала на полянку, присела на корточки, заглянула под листики и стала проворно брать ягоду за ягодой. Одну берет, на другую смотрит, третью замечает, а четвертая мерещится. Скоро Женя набрала полный кувшинчик и вернулась к папе, маме и маленькому Павлику. Вот умница, полный кувшинчик принесла, небось устала. Ничего, папочка, мне кувшинчик помогал. И пошли все домой. Папа с полной кружкой, мама с полной чашкой, Женя с полным кувшинчиком, а маленький Павлик с полным блюдечком. А про Дудочку Женя никому ничего не сказала. Дудочку